Итак, вы видите стартовый протокол у девшек на дистанции 1000 метров. Ну и вот в моем представлении женская 1000 это дистанция, где самый широкий, скажем так, список претендентов на награды. Ну, по крайней мере, вот все фамилии, которые вы видели в последних четырех парах, то есть восемь человек, их вообще смело можно туда причислять. Ну и я думаю, что еще добавить туда Екатерину Шихову, тоже, в общем, надеемся, что у нее со здоровьем все в порядке. В Хамаре были проблемы со здоровьем, именно поэтому ни на 1000, ни на полуторки бег у нее не получился. Ну, а здесь отправляются на дистанцию, так, кто-то у нас снялся, что бежит Саннике Денилинг. Может быть, это кто-то из голландцев, может быть, Антуан Эдде Йонг снялась. Ну, сейчас еще проверим. Саннике Денилинг вместе с представительницей Тайваня Юн Тин Хуан. Ну, насколько ярко Эдде Йонг бежала в прошлом сезоне, в Олимпийском, настолько, в общем, она скромно, скажем так, выглядит сейчас. Нет, Антон Эдде Йонг здесь, Лердам здесь. Ну, сейчас немного поменялся стартовый протокол, просто чуть-чуть. Ну, Саннике Денилинг уверенно лидирует в этом забеге. Очень хороший результат показывает, по 1,1495. Да, ну, с другой стороны, в общем, для нее, наверное, это результат такой достаточно обычный. Ну, все-таки Саннике Денилинг умеет бегать. Ну, хотя, с другой стороны, лучше в сезоне. 1,1539 у нее была на спринтерском чемпионате Голландии. Сейчас она улучшила ее достижение немножко. Да, ну, она, в общем, да, получается, что к личному рекорду. На 14.33 она пробежала, ну, видимо, вот нерастраченные силы, которые... Первый старт для Саннике на этом чемпионате. Она была запасной в командном спринте. Ну, почему на 500 не стартовала? Вот здесь 1000 единственный был ее старт. Анна Гулбрансен и Наэми Банатса вышли во второй паре. Ну, это, в общем, самые скромные, одни из самых скромных участниц этого чемпионата. Особенно, если смотреть по личным рекордам. У Гулбрансен личные вообще одна 18.85. Хотя достаточно давно Анна Гулбрансен уже вышла из юниоров. 24 года этой спортсменке. Но пока каких-то кардинальных улучшений в своих результатах она не показывает. Наэми Банатса первый сезон среди взрослых. Эта итальянка выступает на Кубках мира. Мы ее видели, прежде всего, в командной гонке-преследовании и в командном спринте. Так, итальянки практически одним составом бегают. Наэми Банатса 1.16.91 в Инселе. Вот тоже буквально несколько дней назад, в феврале. А, нет, нет, год назад, год назад здесь в Инселе она на предолимпийских стартах. Она показала, что есть 1.16.91. Ну и в этом сезоне 1.17.21 была в Херенвине. Так что, в общем, вполне может даже сейчас улучшить, если не личный рекорд, то лучший результат в сезоне. Да, так и произошло. Нет, и личный рекорд улучшает на четыре десяток секунды. Ну а Анна Гулбрансена 1.18.48. Ну, Гулбрансен тоже личный рекорд. Он просто такой скромный, что на мировом чемпионате как-то и неудобно про результаты, там, чуть быстрее 1.19. И говорить в какой-то превосходной степени. Ну, тем не менее, ну, спортсменка старалась, она выложилась, безусловно, по максимуму и лучший бег в карьере продемонстрировала. Хотя, конечно, я думаю, что победные результаты здесь будут гораздо выше. Мы уже привыкли, что где-то на уровне рекордов катка, то и быстрее. Рекорд катка принадлежит Британи Бу. 1.14.01. И было это в декабре 2015 года. Сегодня, боюсь предположить, где-то будет 1.13.5, наверное, скорее всего, рекорд катка. Даже новый. Да, в таком остром соперничестве вполне возможно. Габриэль Хиршбихлер, один из ветеранов немецкой сборной. И Кьюн Юн Ким, кореянка 24-летняя. Близкие личные рекорды. В этом сезоне Хиршбихлер чуть побыстрее была в начале сезона в Инселе. Но Кьюн Юн Ким 1.17.35 пробежала буквально на прошлой неделе в Хаморе. Разгонщики, конечно, слабенькие у пары. Все-таки я уверен, что лидеры побегут и все прекрасно, я думаю, понимают. Ну, из 18-ти точно, при том, что Хиршбихлер участвовала в забегах на 500 метров. И, ну, там абсолютно не... Слабый, слабый Хиршбихлер, конечно, у нее. Она последнее место заняла 38.88. Показала. Кьюн Юн Ким тоже бежала 500 метров. 12-й. Результат 38.13 секунды. Такой тяжеловатый бег на последние отрезки. Получится ли сейчас у кореянки все-таки настильный Хиршбихлер? Ну, как-то она прям носом клевала на последних метрах. Очень, да. Три сотых секунды Хиршбихлер все-таки выиграла. Причем именно характером на последнем круге. На последних даже метрах дистанции. Ну, да, у обеих лучшие результаты в сезоне. И кореянка-то, в общем, основательно у него улучшила. Ну, тоже скромно пока. Андре де Фрис. Голландский стартер на этой дистанции. И Иван Дьяков рефери этих забегов. Казалось бы, да, из малого поворота кореянка выходила чуть быстрее, чуть впереди. Но вот Хиршбихлер все-таки боролась до конца и вырезала эти три сотые. Хизар Маклин по большой дорожке Кимми Гетц по малой. Опять две североамериканские спортсменки в одной паре. Хочется немножко отметить, вот, думаю, сейчас такой вот акцент показывают, когда, предстартом, на спортсменок, спортсменов, у кого очки, если так обращаете внимание, у кого-то затемненный, у кого-то светлый. И все считают, что со светлыми линзами, на самом деле, бег кажется более естественным, чем с затемненными. Но, тем не менее, есть такое мнение. Нашел я, кто снялась. И Рейнвюст снялась. Ну, в общем, наверное, этого можно было ожидать. Завтра полуторка на полуторку особенную ставку делала. Хотя я и говорил, что вот 3000 по принципу все или ничего бежала Рейнвюст. Но полуторка, в общем, она готова просто зубами вцепиться. Потому что пока у нее только серебро в командной гонке на этом чемпионате и все. Это, конечно, для Рейнвюст просто провал. Поэтому вот она и снялась. Вместо нее как раз в протокол добавили Санни Киденилинг. Кими Гетц лишь пятая. Ну, а Хизер Маклин шестая и вторая. Санни Киденилинг остается лидером. Она 14.95. И пока вот Хизер Маклин ближайшая ее преследовательница по результату. Но это в 70-х позади. То есть такой большой разрыв между Санни Киденилинг и всеми остальными. На следующей паре бегут две спортсменки из Китая. Да, Ксин Джао и Джин Зу Дзинь. Хотя вот до этого должны были они как раз, Джин Зу Дзинь, стартовать с Кими Гетц. А Ксин Джао должна была соперничать с Антуанет Де Йонг. Обе в этом году на этапе в Хирин Вене переписали свои личные рекорды. 1.16.17 у Ксин Джао. Как раз она только что была накрыт. Крупным планом на ваших экранах по малой дорожке. И по большой Дзин Джу Дзинь 1.16.59. Но если Ксин Джао достаточно давно на мировом уровне в китайской сборной, конечно, можно вспоминать прежних лидеров китайской сборной. Там, конечно, уровень был намного другой. Да, Юдзинь и Бэй Син Ванг. Ну, Бэй Син Ванг, она достаточно давно уже закончила Хон Джан. Именно ввиду, да, призера Сочинской олимпиады. Даже чемпионки Сочинской олимпиады. Как раз на этой дистанции. Но вот они обе уже закончили свою карьеру. Ну, или, по крайней мере, в этом году перерыв сделали. Мы их не видим ни на национальных, ни на международных стартах в протоколах. Ну, и вот, соответственно, новые имена. Ну, и с этой точки зрения, конечно, Дзинь Джу Дзинь неплохая находка для китайской сборной. Что, в общем, уверенно прогрессирует спортсменка. У нее все-таки лучше получается 500 метров. Что она вот сейчас и показала на последнем круге. И Ксинь Джао, в общем, закономерно выиграла в этой паре. Но, опять же, эти результаты далеки. Очень дороги, на самом деле. Потому что все результаты будут... Лидеров будут, конечно, намного выше. Ну, мы так потихонечку, потихонечку подбираемся к тем, кто может на что-то претендовать. Ну, Хеге Бока, личный рекорд, вы видите, высокий. 1.13. В этом сезоне 1.15.86. Антуанет де Йонг личный рекорд в декабре на голландском чемпионате свой переписала на этой дистанции. Ну, 1.15.27. Наверное, в общем, как и Денису Юскову, Антуанет де Йонг не хватает резкости на стартовом отрезке. Стартовом отрезке, да. Ну, сейчас сравним 200 метров разгон. Ну, и Британи Бо отправляется на разминку. Хотя, ну, посмотрите, Хеге Бока немного, в общем-то, проиграла Антуанет де Йонг. Но тут скорее речь о том, что и Хеге Бока не самый главный персонаж на стартовых 200 метрах. Но Хеге тоже сейчас не очень дается этот чемпионат. Тяжелое, но вообще весь сезон у Хеге Бока нет. Да. То есть, Антуанет де Йонг сейчас второй круг, я думаю, сделает все-таки повыше. Ну, Бока 16-й лишь в зачете Кубка мира. Это, в общем, тоже такой показатель, при том, что на всех этапах она участвовала. Но в десятку сильнейших ни на одном из этапов Кубка мира забежать не сумела. И посмотрите, как тяжело просто, буквально переступая, не добегая даже, а переступая с ноги на ногу, она движется к финишу. Сейчас она немножко будет лидером сейчас Антонет де Йонг. Ну, посмотрите, какой круг из 29 секунд. Заключительный отрезок. И 25 сотых она у Санеки Денилинг выигрывает. Только на последнем круге порядка четырех десятых секунды выиграла она у своей соотечественницы. И как итог, личный рекорд. У Антуанет де Йонг 1,14,7. То есть, полсекунды с декабрьского чемпионата Голландии. Ну, нам и этого мало. Мы все равно уверены, что лучшие результаты будут из 1,14. Ну, потому что мы знаем прекрасно, что такие люди, как и Миха Такаги, и Нао Кадайра, и Британи Булл. Да, я думаю, что и Даша Качанова с Ютой Лейердам, вчерашние юниорки, умеют добегать последний круг. Еще Ванесса Херцег. У Ванессы в этом сезоне тысяча, в общем-то, гораздо скромнее. Вспомни, чемпионат Европы в спринтерском многоборе. Сколько Качанова у Херцег отыгрывала на каждый из забегов на тысячу метров. Но сбрасывать ее со счетов тоже не собираемся. Так, а теперь следующая пара Маки Цуджи и Наталья Червонко. Ну, у Маки ветеран японской сборной буквально плакала после забегов на 500 метров. Ольф так разочарована она была своим выступлением. А тут еще... И фальстарт еще чуть-чуть. Ну, это нет... Фальстарт, фальстарт, движение было, да. Ну, и, кстати, вот Ольф Аткулина в интервью с вами отметила, что достаточно долго здесь спортсменов... Держат на старте. И держат на старте, и обратно выстраиваются на старт. Они достаточно долго после фальстарта. То есть, вся эта такая достаточно значительная заминка получается. Оля призналась, что вот на 500 метров прям дождаться своего старта не могла никак. И, может быть, даже немножечко перегорела. Поэтому не сумела добраться до медалей. Но нужно отметить, что все-таки на Олимпийских играх еще дольше этот момент идет. Поэтому к этому нужно быть готовым. Да, безусловно. Ну, и, в общем, все в равных условиях находятся. Конечно. Японка побыстрее, естественно, на разгоне. Понятно, что Макетсуджи от 500 метров бежит эту тысячу. Червонка от полуторки скорее. Но вот сейчас... С Бога обошлось без каких-либо происшествий. Потому что я боялся, что сейчас вот на смене дорожек могут они столкнуться друг с другом. Ну, нет. Все опытные спортсменки и разошлись уверенно. Но это на пользу Макетсуджи. Она, в общем, практически всю переходную прямую отработала в спину. А спина у Натальи Червонки гораздо шире, чем вся Макетсуджи вместе взятая. Посмотрите, какое отставание уже сейчас от Антона Эдде Йонг. И оно будет только расти к финишу. Понятно, что и Саннеки Денилинг проиграет и Цуджи, и Червонка. Червонка даже, судя по всему, выиграет паре. Совсем тяжело на последнем круге пришлось Макетсуджи. Да, ну вот 1.15.9 у Червонки. Ни о каких личных рекордах и даже лучших достижениях в сезоне в этом забеге речь не шла. Ну не знаю, Цуджи, в общем, не просто будет найти в себе мотивацию, чтобы продолжать тренировки, продолжать оставаться в сборной. Посмотрим, что будет на следующий сезон. Ну а пока Екатерина Айдова, в общем, так в соцсетях посмотрел я и в Казахстане, и в сборной. И просто среди болельщиков очень так здорово восприняли. Катя едва ли не первый раз в сезоне на 500 метров забежала в десятку сильнейших. Вчера девятой была, но надеюсь, что и на тысячи она, в общем, как минимум продолжит эту традицию. Но вчера она показала лучший свой забег в этом сезоне, поэтому есть какие-то сейчас шансы и показать достойный результат на тысячи. Ну и Катя, в общем, умеет бегать. Тысячу метров тоже неплохо. Ну и Цишили, в общем, тоже очень серьезный соперник с личным рекордом из 1.14 и 1.14.32 в этом сезоне. Айдова из 1.15.5 даже не выбегал. Так что здесь, конечно, китаянка фаворит, но вот Катя бороться, прежде всего, на последних метрах. Понятно, что сейчас все хорошо, но может быть, вот как раз вчерашний хороший результат, показатель ее неплохого физического состояния. И может быть, ее хватит все-таки на последние метры, ну, по крайней мере, побороться. Китаянка сейчас немножко выпросила на большую дорожку, прямо на последнем шаге. Вот здесь сейчас Катя бы поработать, поворот, чтобы оказаться в спину поближе к китаянке. Но она это делает, делает, старается. Видит это, понимает сама, ну... Сейчас стартает тоже вот преимущество, конечно, у Кати. Но это по результату Де Йонг все-таки их ведут, то есть результаты... Ай-яй-яй, все. Обидно такая. Обидно на фишку наступило, по-моему. Нет, она ее сбила, но просто не получается, не получается. 19.55, ой, конек просто застрял. Да, воткнулся в Борно, как обидно, конечно. Жалко, жалко, хотелось бы нам увидеть хороший бег, но, надеюсь, не ушиблась, не ударилась. Все в порядке. Да, ну и Дмитрий Бабенко помогает внешний тренер. Заканчивая дистанцию, Екатерина, под аплодисменты зрителей. Ну, это уже так, формальность, просто чтобы быть в протоколе, результаты, конечно, никакого не будет. Девушки завтра 1500 некоторые побегут быстрее. Ну, что поделаешь. Обидно. Сейчас посмотрим, что же там все-таки произошло, почему Катя упала. Обидно вот так вот за буквально там 150 метров до финиша. Нет, ни на что не наступило, просто в малом повороте старалась как можно ближе к бровке отработать, потеряла равновесие. И хорошо, в общем, еще китаянка успела среагировать. Потому что китаянка была впереди. Катя нагоняла ее как раз на малом поворотом. Но видно все-таки уже силы-то оставилися от дистанции. Ну, пожелаем Кате, чтобы все-таки было больше удачных забегов. Де Йонг и Денилинг и Цишили так пока выглядит тройка лучших результатов. Но это как раз в преддверии... ...сильнейшие. Ну, Якорья вместе с Антуанетт Де Йонг позевывает. Скучно ему. Ну, нет, конечно, мы шутим. Конечно, не скучно. Конечно, сейчас просто наступает самое интересное, самое главное. Маленькая пауза. Сейчас готовит лед, скорее всего. Да, проверяют там. Ну, Катя очень так компактно упала и сразу на бок. Не должна была особо сильно там расцарапать лед в повороте. Прекрасно понимала, что надо делать в этой ситуации. Да, Британи Боу. Ну, вот Константин Полтовец. Не часто мы видели его в этом сезоне. Были проблемы со здоровьем его. Тренерам. Все решилось. Ну, вроде все разрешилось положить. И теперь Константин с ребятами. Так, Юта Леердам. 20-летняя теперь уже чемпионка мира. Главная, наверное, красавица голландского конькобежного спорта. И Екатерина Шихова. Опытнейшая россиянка, владельца Кубка мира на этой дистанции прошлого сезона. Пусть и не было у Кати в прошлом году ни одной победы, но регулярно она была в призах. Да и в этом сезоне. И очень хочется верить, что Катя восстановилась после болезни в Хамаре неделю назад. Очень интересное соперничество в этой паре. И у Кати, конечно, гораздо выше личный рекорд на три четверти секунды. Но Леердам в этом сезоне, буквально вот в январе, пробежала как раз 1.13.99. А Шихова 1.14.03 на этапе Кубка мира в Херемейне бежала. То есть близкие результаты. Но у Кати все определит последний круг. Она, если в хорошем состоянии, она его очень здорово пробегает. Если нет, то тут, конечно, будет тяжело биться за медаль. Пока бегут быстрее графика Антуанет де Йонг. Но очень небольшой перевес и у Шихова, и у Леердам. Но это спортсменки, которые тоже могут сохранить скорость на последний круг. Хотя вот мы видим, что сейчас Шихова уже проигрывает Де Йонг. А Леердам чуть-чуть впереди. Все от последнего поворота зависит. Близко, очень близко все графики. Ну, Шихова чуть-чуть уступает Голанке. И это третий результат. Ну, опередила Саннике Денилинг. Антуанет де Йонг остается второй. И посмотрите, Леердам выиграл. У нее 0,07 секунды. Очень все плотно. Немножко все-таки мне показалось, что как-то больше суетилась сегодня Екатерина. Да, обычно так радбе. Но может быть завтра на полуторке будет легче. Бежать. Они непривычно просто ее сейчас было видеть так вот бегущим. Потому что да, она более так бежит четко и более как-то спокойно в нее бег. Сейчас более такой суетливый получился. И разгон, причем с первых же метров дистанции. Да, ну и 29,2 на последнем круге. Вот как раз Голанке-то 28,9 последний круг сделали. Пробеги с такой же скоростью Шихова последний круг. А это, в общем, вполне реально для нее. Она была бы впереди. Ну, был бы другой результат, естественно. Ну, что ж, продолжаем болеть за российских спортсменок. Ольга Фаткулина выходит на старт. Ну, что, на 500 вчера не добрала. Ну, во-первых, пообещала, что здесь на 1000 максимум, возможно, покажет Ольга Фаткулина некогда чемпионка мира 13-го года на этой дистанции. Ну, и соперница у нее очень серьезная, Миха Токаги. Я прошу прощения. Сейчас очень такой интересный момент. Я сейчас вот заметил. Если зрители, любители, все любители конькобежного спорта знают, что у нас Оля Фаткулина стартует немножко с другого положения и с другой ноги. Сейчас почему-то она встала по-другому. Или мне, конечно, показалось. А, нет, все-все правильно, правильно. Итак, Миха Токаги, действующая чемпионка мира в классическом многоборье. И тоже будет делать ставку на последний круг. Здесь тоже побегут по разным графикам. Оля, конечно, чуть быстрее на стартовом отрезке. И вот сейчас на переходной прямой. Покажите все целиком, чтобы все было понятно. Непланка быстрее разгоняется. Необычно видеть тогда. Ну, может быть, Оля старается сохранить больше энергии на последний круг. 18-0-2, наверное, это не тот разгон, который мы ожидали от Фаткулиной. Ну, пока обе бегут быстрее. Графика Антонет де Йонг, что, в общем-то, вполне логично. Но вот японка, наверное, слишком быстро для себя начала японка. 27-3. Очень хороший круг Оля показывает. И главное сейчас ей отработать. Прямо вот эти последние, вторую часть дистанции. Поцепиться зубами еще есть маленький перевес относительно Ютели Эрдам. И вот, ну, держать, держать. В итоге обе спортсменки уже потерялись. Да, Ле Эрдам, конечно, интересно. Но вот появляются на финишной прямой. Нет, не получилось у Оли тоже отработать как следует. Да, посмотрите. Михатакаги справилась с последним кругом. Пять сотых вырезает Михатакаги у Ютели Эрдам. Что? Новый лидер. Ну, вот мы говорили о высокой плотности результатов и о большой конкуренции. Вот это как раз сейчас и проявляется. От забега к забегу меняется лидер соревнований Михатакаги. Ну, а Оля Фаткулина уже сейчас отодвигается на шестое место. Ну, и, конечно, последний круг 29,7, ну, это тяжело. Ну, может быть, через две недели в Херенвейне будет получше состояние Ольги, чтобы побороться за награды чемпионата мира в спринтерском многоборе. Боролась Ольга, но сегодня не получилось. Ну, а сейчас на старт выходит... Да, ну, это вот, наверное, главное. Это примерно можно сравнить с соперничеством Кулижникова и Найса, Британи Боу и Нао Кадайра. Кадайра, конечно, вчера совершенно неожиданное поражение потерпела на 500 метров. Так уверенно она шла три последних года, два с половиной по 500 метровым дистанциям, не проигрывая нигде и никогда. И вдруг вчера уступила, да, несколько сотых австрийской спортсменке Манесси Херцег, но это произошло. Что касается Британи, я думаю, что она 500 метров вчера бежала так достаточно свободно, без сверхзадач. А вот сегодня, как раз исходя из этого соперничества, какой разбег, да, по 17.5-17.6. Разбег великолепное время, обе спортсменки показывают. Но Британи, мне кажется, может быть более выносливо на последнем отрезке дистанции. Несомненно. Тем более, что Британи, как я понимаю, собирается еще и побороться завтра на полуторке за медаль. Там есть все шансы у нее. Да, ну и здесь потянуться, потянуться за Кадайрой. Какой перевес, какой... 26.8 первый круг, вы посмотрите. Это великолепно. У Кадайра все-таки, не будем забывать, что мировая рекордсменка, она тоже умеет добегать последний круг. И, конечно, маленькая спортивная злость присутствует от вчерашнего поражения. Но здесь Британи малым поворотом, судя по всему, выигрывает в этой паре. Немножко не хватило Кадайру выносливости именно. И как она бросает бежать, и может даже в тройке не оказаться. А Британи секунду и 17 сотых. 1.13.41 секунды. Новый рекорд катка. Ну, мы предполагали, что результат победителя будет из 1.13.5. Райан Шимабукура, тренер американской сборной, тоже счастлив. Сколько они вместе с Британи отработали. Да, ну, это вот такой американский подход. Вот так вот выложилось и побило рекорд катка. И, ну, это, кстати, даже не лучший результат в сезоне у Британи Боу. То есть в Херенвене она показывала 1.13.24. Ну, и здесь, безусловно, конечно, Кадайра ей помогла. Вот тем присутствием впереди нее на первые 600 метров. Переходной прямой, последний. А ведь могла играть в баскетбол Британи Боу. По крайней мере, в сборную университета баскетбольную она входила и подумывала о профессиональной карьере баскетболистки. Но потом ролики, потом конькобежный спорт. Единственное, наверное, о чем может Британи Боу сожалеть, это о том, что на Олимпийских играх у нее, ну, вот, никак не складывалось до тех пор, пока вот в Канныне скромную бронзу в командной гонке преследования она не получила. Ну, это абсолютно неожиданная медаль у Британи Боу на Олимпийских играх пока. Ну, а мы болеем за Дашу Качанову. Ай-яй-яй-яй, Даша рванула. Ну, ничего страшного, может быть и снять напряжение. Качанова стартует с Ванессой Херцег в паре. Это будет очень интересное соперничество на чемпионате Европы. Мы сравнивали их заочно, и Качанова оба раза переиграла. Лучший результат показала, нежели Ванесса Херцег. Но за счет того, что получалось у Ванессы сделать на 500-метровой дистанции, она все-таки стала чемпионкой Европы с большим преимуществом. Ну, а вчера, повторимся еще раз, с личным рекордом, с рекордом катка, выиграла дистанцию 500 метров. 37 и 124 тысячные. Как было бы здорово, если бы Ванесса так же поработала на Качанову, как на Кадайра поработала на Британи Боу. И Даша очень большие планы связывала с тысячей перед началом этого чемпионата, говоря о том, что именно тысячи у нее в этом сезоне получаются лучше всего. И самое интересное, что вот она в интервью корреспонденту сайта Матч ТВ Сергея Лисина сказала, что ей хотелось бы попасть в парус с Британи Боу. Но досталась ей в сопернице Ванесса Херцег. Тоже очень-очень серьезная и сильная соперница, но разгон у Даши пока очень-очень скромный. И стартовый отрезок, посмотрите, как много проиграла она, конечно, с таким отставанием. Ведь Ванесса показывает на первом круге, это тоже очень-очень хорошо. 27-4 у Даши, тяжело, конечно, сейчас будет достать. Да, по сути, похоже, без медалей российские девушки на 500 и на 1000 не получилось. Хотя, в общем, сезон был, сезон вроде бы и неплохой по Кубкам мира, а вот на главном старте за медали побороться не получилось. Мы видим, как тяжело Качанова заканчивает уже, по сути, доезжая к дистанции, только лишь 11-е. Но для Херцог, мне кажется, серебряная медаль на 1000 метров. Лучший результат в сезоне, меньше секунды отставания от личного рекорда. Я думаю, что она довольна. Золото и серебро, я думаю, что это программа максимум у нее была. Ну, а Бриттани Боу снова чемпионка мира. Кстати, впервые в карьере 1000 она выигрывает. Она была в 2015 году чемпионкой мира на 1500 метров. И вот всего лишь второе золото у Бриттани Боу на чемпионатах мира на отдельных дистанциях. Но с каким преимуществом она выиграла, то есть Ванесса Херцог проиграла ей целую секунду. Вот так вот. Обидно за наших девушек, но я думаю, что лучшие времена еще придут. Итак, спасибо вам за внимание. С вами были Дмитрий Лапков и Игорь Швецов. Всего вам доброго, до новых встреч.